Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 через белки, которые называются органавт. Их роль, как правило, заключается либо в репрессии и трансляции, либо в деградации МРНК в клетке. То есть это посттранскрипционная регуляция того, как наше содержимое генома превращается в функцию. Эти системы известны как в животных, так и в растениях, и они на самом деле довольно сильно там отличаются. Например, в животных это части транскрипционных единиц, которые кодируют белки зачастую. Их биогенез разделен на ядерный и цитоплазматический с помощью вот этих... Нет, мало что не работает здесь, но с помощью этих двух белков... Простите, как меня вернуть назад? А, понятно, вот клавиатуре, да? Все, спасибо. И некоторые из них подвергаются метилированию в цитоплазме с помощью определенного белка и требуют частичного совпадения с последовательностью мишеней для того, чтобы произвести какой-то эффект. Их основные мишени находятся в 3-штрих-андрослейнтед, ну, нетранслируемом участке. В то время как в растениях часто микро-РНК – это независимые единицы, которые транскрипируются отдельно. Их биогенез почти полностью осуществляется в ядре, внутри определенных там единиц, как называющихся, deep bodies. То есть метилирование происходит тоже внутри ядра. И узнавание мишени, оно, как правило, либо perfect, то есть совершенно стопроцентное, либо частичное, ну, почти стопроцентное. Их основные мишени находятся в кодирующих областях, и поэтому, исходя из этого, исходя из необходимости узнавать, то есть находить мишень более точно, набор мишеней существенно ниже в растениях. То есть две системы довольно активно работающие, но очень разные. Зачем вообще все это такое многообразие, и как оно возникло, ну, довольно трудно понять. В принципе, вот дальше я покажу несколько картинок, которые это все иллюстрируют графически. Ну, в частности, все начинается с pre-mRNA, которое потом превращается в pre-mRNA и в mature-mRNA. Их две цепи, как называется, часто star strand и mature strand, разделяются и отправляются в риск-комплексы, где они начинают действовать либо за счет полного матча, полной комплементарности, либо частичной. Ну, это такой textbook view, который нам, то есть, который учебники нам. Ну, то есть, реальность, она немного отличается, и я покажу примеры этого в следующих слайдах. Как именно происходит узнавание? Это мы видим на примере вот этого слайда, где органафт из риск-комплекса изображен вместе с микро-РНК, и ее часть, которая называется seed region, то есть я не буду его переводить, то есть короткий участок, который узнает мишень, он показан таким вывернутым в данном случае. И мишень находит этот участок и либо образует, то есть находит дальнейшие участки комплементарности и образует двойную спираль здесь, что приводит к расщеплению ее, этого комплекса, либо частичная комплементарность приводит к ингибированию трансляции. Эти участки seed regions, они, как правило, в микро-РНК находятся в животных от позиции 2 до 8, и зачастую первый нуклеотид тоже важен, если в мишени это аденин. И есть также более длинные матчи и так далее. То есть вот это классический взгляд на то, как микро-РНК находятся в мишени. Эти же самые seed regions, в зависимости от их длины, указаны здесь с точки зрения относительной эффективности связывания энергетической. Есть другие, более экзотические вещи, но мы о них не будем ничего говорить. Собственно, я не связывался с микро-РНК довольно долго, и работа вместе с Нэнсей Бонини в университете Пенсильвании натолкнула меня на, собственно, расширение всех этих исследований. Мы посмотрели на целую кучу, в общем, ридов из секвенирования. Что важно здесь, это то, что обозначено красным цветом. То есть мы смотрели на библиотеки, полученные в результате иммунопресипитации органавта в дрозофиле, и смотрели за динамикой возрасте, в зависимости от возрасте мухи, динамикой загружения вот этих самых... То есть вот этих микро-РНК, то есть за тем, как сами они грузятся внутрь риск-комплекса. Исходя из этого, мы пытались оценить, в общем-то, функциональность со временем. Ну, как видите, мы анализировали целую кучу, в общем-то, ридов, сотни миллионов зачастую. И то, что мы нашли, я сразу в одном слайде опишу. То есть мы увидели, что на самом деле представительность микро-РНК с возрастом, она не является постоянной, она меняется. Причем она меняется в зависимости от того, какой риск-комплекс мы рассматриваем. В аргонавте-2, например, накопление микро-РНК увеличилось, в то время как в аргонавте-1 оно оставалось постоянным. И это подразумевает, что существуют какие-то специфические, может быть, специфические механизмы, которые определяют, как наши регуляторы будут грузиться в эти риск-комплексы с возрастом. Мы также посмотрели на мутанты, дрозофильные мутанты, в которых метеллирование 2' было уничтожено. И это привело к тому, что процессы, связанные со старением, очень ярко проявились, потому что, например, ускорилась нейродегенерация и укоротился срок жизни. Это было довольно любопытным. И, в общем-то, одна из таких спекулятивных идей, которая, наверное, очень примитивна, но тот факт, что накопление с возрастом этих ингибирующих трансляцию молекул, оно, возможно, связано с тем, что их стабильность обеспечивается этим метеллированием. И, может быть, наше старение – это просто артефакт стабильности этих микро-РНК, которые сидят в риск-комплексах, потому что экспрессия генов с возрастом уменьшается и уменьшается. И особенно это видно среди тех мишеней, которые атакуются органавтом 2. Но мы продолжим это немножко дальше, и я расскажу об анализе немного других молекул, которые мы нашли в тех же библиотеках, а именно фрагментах ТРНК. Так же, как и микро-РНК, мы увидели, что эти молекулы изменяют свое присутствие в риск-комплексах с возрастом. И они показывают черты, которые похожи на черты микро-РНК, в том числе, ну, я проиллюстрирую, в том числе, например, наличие потенциальных участков узнавания, сидриджин. И, исходя из этого, мы сказали, может быть, мы можем даже предсказать мишени этих молекул. Для иллюстрации того, как меняется количество фрагментов с возрастом, этот график показывает, что трехдневные и тридцатидневные количества в органавте 1 постоянно, в то время как идет рост в органавте 2. Это также было замечено в других контекстах, в некоторых других организмах, например, в сей-элеганес. Но это общее количество фрагментов. Если посмотреть на конкретные фрагменты, которые присутствуют, нам нужно немного проиллюстрировать сам биогенез. То есть молекула ТРНК, процессированная с CCA на конце, часто рассекается, например, белками вроде энджиогенин в области антикодона. Кроме того, есть ряд других белков, которые расщепляют ее в областях D или T-лук, которые приводят к образованию таких фрагментов. И, собственно, вот об этих фрагментах, а также о некоторых из этих, и идет речь в этой лекции. Когда мы посмотрим на отдельные изоформы, что я называю изоформой, это отрезок ТРНК, происходящий из определенной точки, но имеющий конкретную длину. Соседняя изоформа может отличаться на 1-2 нуклеотидов в длину. Когда мы посмотрим на их наличие в комплексах риск, то мы увидим, что они меняются возрастом и меняются в зависимости от комплекса. То есть одна и та же изоформа длиной 25 в данном случае меняет свою концентрацию в 4 раза с возрастом от органавта 1 к органавта 2. Это все нормализованные данные. Так что мы просто видим, что идет как бы дополнительная загрузка этой микро-НК. Но есть другие примеры, когда в одном из органавтов у нас встречается короткая форма, которая тоже меняется со временем, а в другом совершенно другая. Почему это происходит, мы не знаем. Но это очень похоже на то, что происходит в микро-НК. Вот этим загадочным голубым бэкграунд, который показывает то, что происходит в микро-НК. То есть мы видим разные длины изоформы в органавте 1 и органавте 2, либо изоформы одной и той же длины, меняющие свою концентрацию со временем. То есть процессы очень похожи между ними. И тот факт, что и та, и другая находятся в органавте, которые имеют определенную конкретную функцию, а не просто плавают где-то в клетке, подразумевает, что, наверное, у них есть некоторая функциональность, вполне возможно, связанная с риск-процессом и с регуляцией трансляции. Если мы посмотрим на ТРНК, найденные в различных источниках, мы тоже увидим определенное сходство. То есть в данном случае мы смотрим на головы мух слева. Это отдельные фрагменты, которые выровнены по общей последовательности ТРНК. Головы мух и клеточная линия. То есть два независимых источника дают нам совершенно тот же самый фрагмент, который показан как просто большое количество ридов. То есть если многие имеют там десятки, то это у нас шесть тысяч. Аналогично большинство здесь единицы и две с половиной тысячи для этого фрагмента. Один и тот же фрагмент проявляют себя в разных совершенно контекстах. Видимо, это не шум, это не случайное фрагментирование, это вполне конкретный какой-то сигнал, который мы обнаруживаем в этих комплексах. Аналогично совершенно фрагменты микро-РНК были найдены. Вот здесь вы этого совершенно точно не видите, но видите, что здесь длинные чисел намного выше. То есть это активно из-за формы микро-РНК в данном случае указаны. То есть есть сходство между тем, что мы видим в фрагментах микро-РНК и ТРНК. Если же мы просто просуммируем в данном случае все, здесь показаны отношения, количество в органах Т2 к органах Т1 в разном возрасте и наоборот в отношении разных возрастов, мы увидим в данном случае, что органах Т2 все время дает нам превышение по отношению к органах Т1. Одно из точек, почему я привел этот слайд, в том, что большинство исследований до этого, которые находили фрагменты ТРНК, они касались одной-двух молекул. В данном случае мы нашли представителей всех аминокислот. То есть ТРНК, которые кодируют все, и кроме того, те, которые находятся в ядерном геноме и в митохондриальном геноме. И продолжая эту аналогию, мы решили поискать потенциальные места узнавания. Поскольку я сказал, какие-то исследования до этого уже проводились, в том числе экспериментальные люди находили отдельные мишени, гипотетические мишени, и используют Люсифрейзер шеи в том числе. И мутируя места узнавания, они обнаружили, что потенциальный, в одном случае потенциальный сидриден находится в 5-штрихобласти ТРНК, ТРНК-фрагмента, другие нашли его в 3-штрихобласти. В общем, такое некое противоречие. Но, с другой стороны, надо помнить, что и в микро-РНК, классическая схема, которую я описал, она не всегда исполняется. Есть случаи, которые считаются исключениями. И, может быть, на самом деле, исключений будет достаточно много, чтобы сравнить их с правилами. Мы посмотрели на две аминокислоты, то есть фрагменты ТРНК, кодирующие две аминокислоты, которые наиболее многочисленные. И таким образом, как показано на этом слайде, пытались идентифицировать C-region, мы просто брали семимеры, на спинах, с любой точки в нашем фрагменте, и искали комплементарные им участки по всему геному дрозофила. И вот, что мы нашли. Когда мы возьмем просто весь геном дрозофила и посчитаем количество встречаемости, ожидаемое количество встречаемости, мы можем выразить его в данном случае черным цветом. Когда мы посчитаем встречаемость их в три стрих концах генов дрозофила и меланогаста, то мы получаем вот эти вот белые кусочки. Мы, как еще одну случайную модель, мы просто перемешали все нуклеотиды в нашем семимере и посчитали среднюю встречаемость всех этих семимеров. Мы видим, что это все существенно ниже, чем вот этот вот красный пик. И этот красный пик соответствует, на самом деле, консервативным областям, консервативным между 12 дрозофильными геномами, находящимся в три штрих конце. То есть это та область, в которой сигнал и должен остаться, если он и есть. То есть эта консервация подразумевает функцию, то есть потенциально-функциональный элемент, который могут узнавать эти ТРНК, находится там же, где мы и ожидали его найти по сравнению с микро-РНК, в три штрих нетранслируемом регионе. Даже есть небольшое обогащение в интронах, но, правда, конечно, не столь существенное, как здесь. Это фрагмент митохондриальной ТРНК. Пример ядерной ТРНК, тоже наиболее многочисленной, показывает ядерно-закодированный ТРНК. Показывает, что в данном случае наш пик приходится на другой конец молекулы. То есть параллель экспериментальным данным мы тоже нашли возможность нахождения участка узнавания, сидриджина, не только на 5-4, но и на 3-4 в конце. И тоже обнаруживаем некоторые обогащения в интронах, ну и есть даже в кодирующих областях. И эти данные воспроизводятся не только в мухе, но и в крысах, мышах, людях и так далее. То есть вот это краткое изложение того, что я только что сказал. И сейчас я покажу просто несколько примеров. Так, чисто иллюстративно. Вот 12 наших лозофильных геномов, такая очень консервативная часть, за исключением, может быть, вот этого нуклеотида. И вот это узнавание конкретным сидриджином нашей сериновой ТРНК, то есть ТРНК-фрагменты. Вот это был ген, который был узнан. Можно увидеть участки перекрывания с микро-РНК, что подразумевает с сидриджинами микро-РНК, которые подразумевают, возможно, более сложную регуляцию. Ну и еще один белок, который в данном случае потенциально является мишенью. Или зачастую, естественно, они перекрываются и друг с другом, эти участки узнавания. И в данном случае мы показываем, что есть и примеры того, что участку узнавания предшествует A, что означает, это будет более сильное связывание. Но это все спекуляции, так же, как и эти белки являются спекулятивными мишенями. Но это все нужно еще подтвердить. Тем не менее, зная, что действия микро-РНК отражались на, скажем, нейронной системе, neuro-degeneration, то есть дегенерация мозга в мухах была замечена, мы решили спросить, может быть, мы найдем подобное же предпочтение подобным мишеням в нашем случае. Мы использовали gene-онтологи, систему, и посмотрели на значимые обогащения терминов, которые связаны с теми генами, которые мы считаем потенциальными мишенями. И мы нашли, что большинство из них на самом деле связаны либо с развитием, либо с функциями мозга. И не только в этой категории, которая называется биологические процессы, но и в категории, которые связаны с клеточным расположением. То есть в данном случае у нас синапси, аксон, enrichment. И суммируя это все, можно сказать, что по аналогии с микро-РНК транспортные РНК, точнее их фрагменты, работают в такой же в общем-то сложной и какой-то взаимосвязанной с другими элементами клетки манере. Они также меняют свою степень загрузки в риск-комплекс с возрастом. Сам факт, что они грузятся туда, предполагает функцию. И рост его в органавте-2 совершенно похож на рост загрузки микро-РНК. Потенциальные мишени аналогичного микро-РНК находятся в области три штрих нетранслируемой. Я не привел пример этого, но тем не менее есть какие-то анекдотические случаи, где мы можем из библиотек вытащить примеры где вентилирование может иметь эффект, но пока это очень спекулятивно. И в общем-то функциональные группы, которые являются потенциальными мишенями, они обогащены в сторону функций развития и нейронной функции. То есть сходство очень большое. В качестве дополнительного и может быть немного уходящего в сторону примера я бы хотел привести статьи, которые появились три месяца назад в Science и они в общем показывают, что ТРНК-фрагменты они на самом деле начинают играть все больше и больше роль, как бы становятся более признанными. В данном случае эти две статьи описали влияние отцовской диеты на фенотип потомства. Отцовская диета была передана при созревании мышиной спермы в зависимости от диеты. В данном случае рассматривались high-fat diet, то есть повышенные жиры, и high-protein, повышенные белки. За счет чего это происходит? Диета, как выясняется, влияет на уровни фрагментов ТРНК при созревании сперматозоидов. Существуют определенные частицы, которые называются эпидидимус ромс, которые несут группы фрагментов ТРНК и приносят их в созревающий сперматозоид. Точно так же эту ТРНК можно выделить и ввести просто в год. И эмбрионы в общем-то будут развиваться и показывать например для случая высоко жировой диеты какие-то диабетические признаки. То есть существуют совершенно неизвестные нам эпигенетические способы влияния на фенотип с помощью фрагментов ТРНК. Это конечно очень базовый механизм. То есть если это происходит и это возможно действие в данном случае и отличается от того которое я описал. Недостаточно было данных в этих статьях для того чтобы проанализировать точно мишени и так далее. То есть это ну попробуем в общем что-то из этого получить дальнейшее. Но тем не менее суть в том что изменяется транскрипция генов в потомстве за счет появления фрагментов ТРНК. Каков именно механизм? На наш взгляд это скорее всего связано с рискомплексом. И тот факт что раньше их не замечали скорее всего касается либо сфокусированности на микро-РНК либо недостаточном качестве секвенса который присутствовал в те годы когда микро-РНК была такой модной. И я вначале хотел бы поблагодарить людей из моей группы которые участвовали в этой работе а также коллабораторов из университета Пенсильвании ну и в общем задать вам вопрос существует ли новая функция для этой старой молекулы находим ли мы ее и скорее всего мы найдем если будем смотреть как бы немного в сторону от главного фокуса исследования то есть в данном случае это примерно то что и произошло с нами спасибо за внимание спасибо спасибо